Добрый вечер! В эфире аналитическая программа «Триггер» в студии авторы и ведущие Алексей Тулбуре и я, Виктор Чобану. Сегодня будем говорить про очередной скандал в Молдавской юстиции. Председатель комиссии приветинга оказался замешан в финансовом скандале в Международном уголовном суде. Кто стоит за терактом в Крокусе, кому это выгодно, версии и комментарии. Возвращение Додона к руководству ПСРМ и кучкование левого фланга накануне президентских выборов. Конечно же, традиционная рубрика «Перломет». Начнем мы с самой громкой новости последней недели. Это теракт в Москве в концертном зале «Крокус». Давайте посмотрим репортаж и потом обсудим. В пятницу 22 марта перед началом концерта российской рок-группы «Пикник» в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске ворвались вооруженные люди в камуфляжной форме и стали стрелять по посетителям. Также они подожгли здание, в результате чего начался сильный пожар. Это самое жестокое нападение в России за последние два десятилетия, что побудило некоторых российских законодателей поднять вопрос о необходимости отмены моратория на смертную казнь. Террористическая группировка «Исламское государство» Заявив только, что подозреваемые пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Украина категорически отрицает свою причастность к теракту. Соединенные Штаты также отрицают причастность Украины, подчеркивая, что вся ответственность за него лежит исключительно на ИГИЛ. Белый дом заявил, что Соединенные Штаты еще в начале марта предупреждали Россию о готовящемся теракте в Москве и призывали своих граждан не посещать публичные массовые мероприятия и концерты. Российские официальные лица заявили, что российским следователям должно быть позволено сделать свои собственные выводы, добавляет Ройтерс. Обвиняемые граждане Таджикистана проживали на территории России. После того, как в социальных сетях появились непроверенные и жестокие видеозаписи допросов подозреваемых, в зале суда они предстали с опухшими и покрытыми синяками лицами. Одного из них доставили в инвалидной коляске. Он был дезориентирован во время слушаний, сообщает Ройтерс. Кремль не стал комментировать, к какому обращению подверглись четверо предполагаемых нападавших. Басман и районный суд Москвы постановил поместить всех под арест до 22 мая. Трое из мужчин признали свою вину по всем пунктам обвинения. Им грозит пожизненное заключение. Тем временем в Крокус-Сити-Холле продолжается расследование. Опознание тел продолжается. К этому времени на месте происшествия обнаружены тела 137 человек, в том числе троих детей. Из них 62 опознаны. К стихийному мемориалу у Крокус-Сити-Холла люди продолжают приносить цветы в память о погибших в результате теракта. Ну, потому что трагедия такая. Нельзя проходить мимо. Хотелось поделиться, не поделиться, а разделить эту скорбь со всей страной. Хотелось поддержать семьи погибших, пострадавших. Хотелось показать, что мы вместе, мы едины, несмотря ни на что. Потому что я была здесь 22 числа, и чудом удалось уйти. Сидели в квартире и вышли сразу в первых рядах. Поэтому, можно сказать, мы тоже это пережили с мужем здесь. И вот хотим почтить память тех, кто здесь остался навсегда. Число погибших в результате теракта на сегодняшний день возросло до 139 человек. Среди них трое детей. Итак, мы вернулись. Вот посмотрели репортаж. Я думаю, что вот это событие как раз, наверное, набрало больше всего тех, которые смотрели его практически в прямом эфире. Мы помним вот этот конец недели, пятница, когда все это происходило. Конечно, вот по прошествии нескольких дней у нас есть официальная версия Кремля, в которой, на мой взгляд, и не только на мой, я регулярно читаю комментарии. Столько нестыковок, что она никак не складывается в какую-то удобоваримую такую общую версию. Как нестыковки в официальной версии, так и вообще комментарии. То есть мы помним, что комментарии традиционно. То есть Путин, когда что-то происходит, он выжидает сутки. Его нет, как с подводной лодкой Курск. Поскольку непонятно, что надо говорить, но зато всякие симоньяны и все остальное тут же указали, кто является организатором. Ну, естественно, это ж угадай с трех раз, да, Украина называется. То есть сразу был опущен вот этот украинский след. И все это происходит, несмотря на то, что американцы в самом начале марта говорят о том, что в Москве планируется тер-акт. Причем, видимо, доводят сначала по неофициальным каналам вот эти сведения до российских спецслужб и соответствующих органов. Потом, значит, происходит следующее. Американцы советуют всем американским гражданам покинуть Москву. К этой кампании, так сказать, предупреждения подключаются балтийские страны, еще рад западных стран. То есть у всех уровень опасности самый высокий. И, кстати, то, что сейчас происходит во Франции, наивысший уровень террористической опасности объявлен. И мы видели, как по улицам ходят вооруженные и экипированные, так сказать, сотрудники правоохранительных органов для того, чтобы быть в самой гуще событий и не дай бог, чтобы что-то произошло. Вот в России произошла, на мой взгляд, такая странная штука, которая наводит сразу на несколько мыслей. Ну, понятно, что первые комментарии, учитывая вот эту предысторию нахождения Путина у власти, от того, как он пришел со взрывов домов, и потом, когда эти взрывы происходили каждый раз регулярно, когда ему надо было либо отвлечь общественное внимание на другую тему, либо, наоборот, развязать очередную вторую чеченскую войну, опять переизбраться на очередной срок, происходили террористические акты. Я даже не хочу их перечислять, их так много было, ну, по крайней мере, больше десятка. Вот, наверное, этот из репортажа сказали, что самый крупный за последние 20. После Беслана. После Беслана, да, да, да. В 2004-й год. Здесь уже, да, не 137, а 139 жертв, значит, раненых примерно столько же, некоторые еще в больнице, некоторые уже выписались и так далее. Вот, не знаю, меня лично не убедило ни одно. Первые реакции, которые я увидел на Фейсбуке, они сразу отсылали. Вот как кремлевская пропагандистская машина сразу же отослала к Украине, значит, показала вот этот след. Ровно так читающая, интересующаяся публика сразу показала, что организатор это ФСБ. То есть вот это были первые версии, которые возникли в публичном пространстве. Прошло некоторое время, появился ИГИЛ. ИГИЛ взял на себя, и вот это, наверное, беспрецедентный такой случай, когда нет, когда ИГИЛ берет на себя ответственность, то есть он и раньше брал за теракт ответственность, и, кстати, до этого пытался проводить теракты в Германии, которые были в Кёльне предотвращены. Макрон сказал, что во Франции тоже ячейки ИГИЛа пытались проводить какую-то террористическую деятельность, и они были тоже предотвращены. Значит, вот это единственный случай, когда ИГИЛу приходится доказывать, что это он провел эту, это, так сказать, действительно такой случай любопытный, когда нас усиленно уводят от следа ИГИЛ, причем сейчас мы будем об этом еще говорить, поскольку я следил сегодня за заявлениями всех российских силовиков, но вот первое такое впечатление, вот такое абсолютно разбытое, с этими различными следами, по которым пускалось следствие. Мне уже понятно, видя вот эту картинку, по какому пути пойдет российское следствие. Мы видели, конечно, что те, кого нам показывают, вот только недавно буквально появляются уже, таджики оказывается имеют аккаунты где-то там в телеграммах, и с ником Абдалло, значит, там и так далее, и так далее. Я думаю, вот это все, этот ком сейчас будет ФСБ лепиться дальше. Здесь понятно. И любые признания сказали, что трое признались, хотя в самом начале нам говорили, что 11 были задержаны, а всех остальных пока не говорят, сегодня говорят опять 7, ну и так далее. В общем, здесь полная, так сказать, каша, что доказывает, на мой взгляд, и непрофессиональность, в том числе и российских спецслужб. Вот ваше впечатление первое, потом можем более подробно это обсудить, если дойдем до этого. Я подхвачу вот то, что вы развивали эти мысли, и моя идея такова, что Россия как государство, как система государственных учреждений, как способность реагировать на что-либо, как институты, которые регулируют разные аспекты общественной жизни, в том числе безопасности, деградируют. То есть мы говорим, что диктатура – это сильное государство. Государство концентрирует в своих руках, там много функций и так далее. Но когда ты говоришь «сильное государство», это патентное государство, государство способное, так сказать, и защищать граждан, и, да, лишать их определенной доли свободы, но решать фундаментальные проблемы. Да, взамен защиты, да. А мы видим, что государство при Путине – это государство деградирующее, слабейщее. Вот если бы это было нормальное государство, сейчас бы, наверное, и высшее политическое руководство, и все службы сказали бы, да, мы были предупреждены, но отнеслись к этому в силу каких-то причин не очень серьезно. или там внимательно, и пропустили этот удар. Это для нас урок. Но это не в традициях путинского государства, потому что Путин считает, что любое признание ошибок – это слабость. А слабость наказывается и так далее. Они сейчас будут заниматься мифотворчеством так, как это всегда у них происходило. Будут строить, лепить какую-то историю, выдвигая обвинения в адрес Украины и США. Ну, понятно. И подло, и противно, и люди их предупреждают о том, что будет теракт. Они тогда, Путин сказал, они пытаются нас тут запугать перед выборами, не знаю что. Сейчас это происходит. Путин обвиняет Соединенные Штаты в том, что они стоят за этим терактом. Или намекает на то, что Соединенные Штаты стоят за этим терактом. Это реакции слабого, дезориентированного государства. Еще один признак государства, которое не способно обеспечить для своих граждан, в первую очередь, базовые услуги, в том числе и безопасность. Как действовали спецслужбы? Значит, очень быстро, хронология. В 7.55 вот эти террористы вышли из этого Рено несчастного и вошли в здание. В 7.55, в 8 начинался... С мотором Феррари, как потом оказалось. Да нет, наверное, какой-то самолетный какой-то мотор был, понимаешь? И открыли огонь. Значит, в 8.13, это 18 минут. 18 минут. Эти люди, сколько их там было, уже вышли, сели в машину, видеокамеры все это зафиксировали и уехали. Значит, мы видели, как они выехали на трассу и уехали от центра. Сколько их? 18 минут. За 18 минут они убили свыше 100 человек, подожгли этот центр. Значит, спецназ подошел через час после начала теракта, а вошли они через полтора часа. То есть, тогда, когда они вошли в этот зал, там уже не было никаких террористов. Там просто люди, кто еще оставался в жиг, задыхались в этих входах. Никто же не знал. Потому что двери были закрыты. Двери были закрыты. Системы не работали. Потом крыша упала, этого прокуса и так далее. Вот качество, качество вот этих спецслужб. И там были комментарии такого плана, что мы боялись потерь. Значит, вот они потери понимают среди только тех потери, которые среди личного состава. Тех людей, которые как раз должны защищать, должны вести бой, должны открывать огонь. А потери гражданских для них не потери. Ну, конечно. Это статистика просто, да. Нет, ну это очень, так сказать, очень похоже на российское государство. Значит, все за счет людей, за счет крови простых людей и так далее. Значит, эти террористы спокойно выехали из Москвы, доехали, сотни километров проехали. Почти 500, да. Да, и не в сторону Украины ехали, а не в сторону Белоруссии. И они сами, и белорусов, это, конечно, они пресекли там и так далее. Сейчас эти жалкие попытки этого Путина, так сказать, переиграть все, переврать. Ну, невозможно смотреть. Вот днем они их нагнали. Я так полагаю, на следующий день днем или как? То есть на каком-то Рено эти люди ушли, выехали спокойно из Москвы. Чуть ли не пересекли границу. Но когда их брали, мы уже увидели этих красавцев, спецслужбы, которые, значит, избили этих задержанных, там, одному отрезали ухо, заставили съесть и так далее. Но это тоже поведение государства, которое выпало из системы, ну, не международного права, мы уже говорили, но из системы каких-то элементарных норм правовых. Предыдущий эпизод говорит о том, что они выпали из системы сотрудничества международного, потому что если бы это сотрудничество существовало, был какой-то минимальный уровень доверия, конечно, они бы по-другому отнеслись к информации, которая поступила не только от американцев, но и от британцев, и от французов и так далее. Макрон вот говорил о том, что мы следили за этой частью государства ИГИЛ, там они делятся на области и так далее. Нет, они проигнорировали. Тут они, значит, не способны были ничего сделать против боевиков, зато, значит, поймали их уже в этом лесу, избили. Это пытки. Понятно, эти люди заслуживают всего, они убили людей, но ты представляешь государство. Государство не так себя ведет. Государство арестовывает преступников, предает их суду, суд решает, что с ними делать. Мы видели суду. А когда уже нету, то есть еще один признак деградации государства, когда государство, значит, транслирует, не транслирует, делегирует свое исключительное право на насилие каким-то группам, группировкам. Вот были вагнеровцы, да. Государство делегировало вагнеру, значит, частная военная компания, право, значит, вести боевые действия. А если уж доводить ситуацию совсем до логического конца, вот это государство делегировало право на насилие, значит, уголовному миру, потому что они упаковали вот этот вагнер уголовников не со всей страны, которые, возвращаясь, если остались живых, значит, продолжают издеваться над людьми, убивать, насиловать, издеваться над гражданскими по месту проживания, потом опять попадают в тюрьму, потом опять по специальному закону идут на фронт, опять с них снимаются обвинения и так далее, судимость. Вот такой круг, порочный круг насилия. Вот и здесь мы видим, значит, какие-то люди взяли на себя право, повторяю, значит, эти террористы заслуживают кары. Мы не... Я в ужасе от того, что случилось с Крокусью. Надо было с самого начала сказать, что мы выражаем свои соболезнования и поддержку родственникам, близким этих людей. Любая смерть – это трагедия. Мы считаем, что такие теракты недопустимы нигде, ни в России, ни в... Тем не менее, если ты государство, если ты хочешь, чтобы тебе доверяли, если ты называешь себя государством, значит, эти люди должны быть арестованы, если они сопротивляются, конечно, применяется определенное насилие, и суд решает, что с ними делать. Этого не произошло. Еще один имен того, что государство деградирует. Ну и я хочу остановиться, вот, первое, такое, не очень короткое вступление на реакции так называемого русского мира Молдовы. У нас же есть такой русский мир Молдовы, который, значит, реагирует на то, что происходит. Вот в публичном поле звучали какие-то упреки в адрес пользователей социальными сетями, что вот не выражают сочувствие или недолжным образом, или как-то себя люди не таким вот, не так ведут, как должно. На что, в общем, ответили другие? Ответили другие, которые заявили о том, что мы все слезы свои выплакали с 24 февраля по сегодняшний день. По Буче, по Ирпеню, по Харькову, по Днепропетровску, по Виннице, по Киеву, по Одессе. Каждый день Россия устраивает крокусы. Крокусы на крокусе. Значит, сотни тысяч погибших. Это сколько крокусов? Это десятки, это сотни крокусов. Россия уничтожает соседнюю страну. И каждый день очереди должны выстраиваться перед украинским посольством с цветами, которые и люди из Молдовы должны выражать свое сочувствие и сожаление по поводу погибших. Это вы о социалистах вспомнили, которые побегали. Но я не видел ни одного из тех, которые пытаются сейчас давать уроки правильного морального поведения, чтобы они то, что цветы где-то возложили по поводу жертв. А сказали бы, кто виноват в том, что происходит в соседней стране. Что вот этот агрессор, эти убийцы, а вот эти жертвы. Ну-ка зачем они? Я не говорю уже о том, что да, главный террорист на планете сегодня это Путин. То есть произошел террористический, отвратительный, недопустимый террористический акт на территории террористического государства. Понимаете, я тут не могу не вменить в вину Путину и его режиму то, что они этот теракт просто профукали, пропустили. И аргумент я привел ранее. Деградация государства. Они же, вот эти спецслужбы, они вяжут бабушек, они вяжут студентов на улицах. Они набрасываются, вот эти жлобы, вот это спецназ, набрасываются на каких-то девушек, на каких-то, так сказать, юношей в юношей. Значит, заламывают руки, увозят в воронках в отделы полиции, избивают, пытают их в тюрьмах. А когда дело доходит до реальной, до реального столкновения с людьми, несущими реальную угрозу жизни и здоровью окружающих, значит, эти люди, как правило, я просто вспоминаю, что было в Беслане. В Беслане они обстреляли из танков спортивный зал, забитый детьми. Там погибли сотни детей, потому что так сработали спецслужбы. Вот теперь мы будем обсуждать, теперь мы будем обсуждать, что последует после этого теракта. Я помню, после Беслана отменили муниципальные выборы, выборы губернатора, местные выборы, отменили. Потому что так понимает он укрепление государства. Проблема в том, что так как укрепляет Путин государство, он это государство разрушает, обезоруживает его. Вот сейчас мы обсуждаем, ведут они смертную казнь или не ведут и так далее. Я думаю, что введут, поскольку это уже стало предметом не только заявлений, но и обсуждений в Госдуме. Так что это, так сказать, весьма актуальный вопрос. Но я думаю, не только этим закончится все. Вот, на мой взгляд, здесь, так сказать, два, две ветки развития. Одна, мы уже видели ее по Украине. То есть здесь Песков анонсировал за несколько часов до теракта. Он, видимо, замотался и не сверил часы, либо там по графику не посмотрел, когда надо заявлять. То есть он до теракта заявил, что мы уже не в условиях специальной военной операции. Мы ведем войну, священную войну и так далее. То есть по всей логике это заявление должно было следовать после теракта, после заявления Путина и уже в поддержку, так сказать, вот этой линии, что против Украины ведется священная война. Мы видели до этого, варварские вот эти атаки опять начались по жилым домам. Они, собственно, не прекращались. Но разрушена крупнейшая электростанция Днепрогресс. Там было просто очень много ракет, которые прилетели. Они просто разрушили эту электростанцию, половину мощностей потерял весь этот холдинг ДТЭК, самый большой производитель электроэнергии и так далее. Харьков до сих пор находится в таком состоянии, почасовой электроэнергии и все так далее. Это все на Украину. То есть здесь не надо было выдумывать, здесь было понятно, куда пойдет. Что произойдет внутри, да, полное закручивание гаек. Мы уже несколько передач говорим о том, что, в общем-то, ГУЛАГ, вот он, вот 1937 год возвращается, вот все остальное, вот сейчас будет действительно полное закручивание гаек. Это дает Путину полное право. Собственно, надо еще раз напомнить, что здесь был ключевой момент, это выборы. Выборы надо было пройти, вот они прошли, после чего еще один мандат впереди, и можно делать все. Вот репрессии, которые распространятся буквально на всех, и никто от них не гарантирован. И еще один момент, который, говорят, эксперты, может произойти, это тотальная мобилизация. Сейчас уже бояться нет, нечего, то, что это популярно, не популярно там. И, по крайней мере, еще 300 тысяч, которые пойдут куда? Опять туда же, на Харьков. Но я не случайно начал с того, что в комментариях первая версия все-таки была не Украина и не ИГИЛ, а ФСБ. Поскольку вот эту версию, после всего, что при Путине происходило, вот с этими терактами, которые мы с вами вспоминаем сейчас, и Беслан, и Норд-Ост, и вообще все остальное, эти дома, и этот рязанский сахар, когда просто по счастливой случайности это все не взорвалось, поскольку милиция там арестовала ФСБшников, которые закладывали в очередной жилой дом вот эти пакеты, так сказать. Ну, потом ФСБ вынуждено было оправдываться, говорило, что это учение на самом деле. То есть это вполне в стиле Путина. Да. Поэтому версия, мне кажется, поскольку я уже слышал со стороны российской, так сказать, публики и всего этого, что версия ИГИЛа могла быть организована. Поэтому это, мол, еще и то, что американцы на ней настаивают, это лишнее доказательство. Но и в ФСБ никто не сбрасывал со счетов, и тогда тем страшнее вот этот тер-акт, если это происходило при организации и молчаливом, неважно, кто исполнители, и молчаливом согласии ФСБ. Мы прервемся на короткую рекламу, не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Итак, мы вернулись в студию. Буквально несколько фраз, чтобы завершить эту тему. Следствие, которое и вот это, в общем-то, цирковое представление, которое нам демонстрирует Кремль на своих пропагандистских каналах, никого пока не убеждает. Совершенно очевидно, что даже если эти четверо задержанных, которых нам все время демонстрировали, ехали в белой машине, они выполняли некую вспомогательную роль. То, что нам показывали в зале, это был армейский спецназ со специальной подготовкой. И, вероятно, их было не четверо, поскольку здание подожгли. И было несколько групп, которые, как вы сказали, через 18 минут исчезли, испарились. И вот сейчас будут этих таджиков, которых развели там и лепят к этому делу сейчас, которые, видимо, подвозили что-то, еще какие-то функции выполняли. Они под пытками, а то, что мы видели в зале суда, кстати, даже омбудсмен, это редкость по нынешним временам для московского режима, вынуждено было заявить, что пытки недопустимы. То есть там уже два человека были абсолютно неспособны. Один в коляске был привезен. То есть они что угодно скажут. Не скажут, что они в кабинете Зеленского сидели и получали лично указания. Либо от него, либо от Буданова. Пожалуйста. И одну ремарку. Это очень важно смотреть. Удивляют, что омбудсмен у них еще сохранился. Надо все это разгонять, конечно, потому что это все в России. Конечно, конечно. В условиях священной войны. Это все профанации. Конечно. Понятно. Не облизывать Путина можно и не с позиции омбудсмена. Но то, что они привезли их из увеченных, этих бандитов, этих террористов, это тоже продуманный шаг. Они тем самым продемонстрировали, показали по телевизору, что вот месть настигла этих преступников. Но тем самым показав всем, что на государство не надейтесь, что государство в конце концов примет какое-либо решение, которое будет соответствовать закону. Вот так будет происходить. И вот уже произошла эта демонстрация беззакония. Да, и в Думе сейчас все вопят, что надо смертную казнь легализировать для террористов. Их надо, так сказать, собственно, на мой взгляд, Кремль и до этого не стеснялся, так сказать, со своими врагами расправляться и вне территории России, так сказать, не говоря уже на территории России. Все думали, что он будет мочить в туалете, как он обещал. Кого-то, но не их. Кого-то будет мочить в туалете, кому-то делать обрезание. Помните, он говорил о том, что если кто-то там стал исламистом, пусть прийдет нас, мы тут ему обрежем, что ничего уже не вырастет. Но он постоянно кому-то угрожал. Все думали, что это не им. Теперь Россия, значит, докатилась, да, вот искал глагол, докатилась до такого состояния, когда вот это вот замочим в туалете и обрежем, что ничего не вырастет, касается практически каждого, кто посмеет рот открыть. И мы видим, что нельзя, нельзя ничего, нельзя иметь своего мнения. Вот это вот очень опасная стадия деградации демократии, когда ты даже отмолчаться не можешь, потому что ты хочешь, ты или не хочешь, тебя заставят высказаться за, надо будет поддерживать. И это начнется со школ, с университетов, с работы. Хочешь ты или не хочешь, ты запишешься в ополчение и пойдешь воевать, если ты в призывном возрасте. То есть это период, когда ты уже в себя уйти не можешь, тебе забирают последние кроки свободы. Следующая фаза, это когда ты будешь поддерживать, но без должного восторга. Ну вот, да, да, степени несвободные, это следующие, да. Их много. Так что, не знаю, у меня лично сейчас более правдоподобными выглядят первые две версии. Это организовано ФСБ, это ИГИЛ в каком-то сочетании с ФСБ, который действует. И, кстати, если ИГИЛ проведет следующие акции, а вот отреагировав на вот эти видео из суда и о задержании, так сказать, таджиков, они, хотя помните, в самом начале говорили, что это ингуши тоже, еще одна, вот сейчас просто пришло на память, это о том, как работают российские спецслужбы. В общем, то, что они будут указывать на Украину совершенно очевидно, это самая неправдоподобная версия из всех, но Креблю на это наплевать. То есть никто в мире эту версию поддерживать не будет, но зато ура патриотичное ватное, так сказать, болото российское будет это поддерживать двумя руками. Я уверен, что после таджиков найдут на территории России еще и пару человек с украинскими паспортами, которых сюда же прилепят, как вы говорили, к этому делу. И все это мы будем следить. На этом пока что, наверное, достаточно, хотя здесь масса еще интересной такой информации. Переходим к следующей теме. Анонсированный – это очередной скандал в юстиции. С чем он связан? Это с тем, что председатель комиссии по приветингу Герман фон Хеббель был замечен в финансовом скандале в Международном уголовном суде еще очень давно. Приходилось председателю комиссии… Она уже не председатель, да? Нет. Комиссия уже не председатель. Она не хорошая. Да, здесь, значит, вижу опечатка в этих новостях. Поэтому отвечала на какие-то вопросы, спрашивали, а кто же… Олеся Стамати. Олеся Стамати, да. А кто же проверял самих членов, которые стали от международного сообщества? Потому что мы помним, нам тогда рассказывали, что это будут безупречные абсолютно лица, которые по рекомендации, опять же, у нас все это списывают на партнеров по развитию. Вот нам прислали. Ну, хорошо. В 21 веке есть интернет, если он был замешан в этом скандале, а там описано, и я думаю, что это не откуда-то упало там по голубиной почте, а просто в интернете кто-то покопался и нашел, сказал, что… Ну, это расследование журналистов. Журналистов опять в очередной раз. Антикоррупция, НД. Ну, вот возникает, да, возникает вопрос опять к нашим, ну, тех, кто находится во власти. Если такие вещи могут происходить, и мы требуем… Вот, ну, мне кажется, это вопиющий случай такой, да, председатель комиссии по витингу, который, в общем-то, отбирает кристально чистых судей, да, и мы какие-то иллюзии по этому поводу питаем, мы выражаем недовольство, что это вот все-таки… У нас энтузиазм воспринял начало этого. Сначала, да, но вот как бы в судебной системе все равно ничего не происходит, и вот тут, как гром среди ясного неба, вот такой скандал. Вот, может ли… Ну, во-первых, это тень на всю комиссию. Я думаю, что это все равно должно какой-то отставкой завершиться. Это требует каких-то объяснений от тех, кто отбирал все-таки этих… Я еще раз, я повторю, ну, мы в 21 веке, ну, любой человек… Ну, представьте себе бизнесмена, который начинает заключать контракт, потому что ему в Фейсбуке пишут, хотите заработать 10 миллионов, да? Нет, так никто не работает уже. Сначала полностью наводят справки, потом находят партнера в той стране, потом еще интересуются и так далее. Тут была очень четко разработана методология. И нас, значит, зарубежных членов комиссии по витингу предлагали партнеры. Понятно. Наши самостоятельно никого не выбирали. Я не верю, сказал… Проблема только тут в том, что у наших, так сказать, дареному коню зубы не смотрят. Этот принцип доведен до абсолюта. Ну, вот… До предела. То есть, даже если тебе кого-то предложили, ну, приложи дополнительное усилие, тоже какую-то проверку произведи. А так получилось, что кто-то предложил, и мы безусловно это приняли. И в конце концов получается конфуз. А конфуз получается, потому что мы видим, что не только потому, что выяснилась какая-то информация по поводу руководителя комиссии витинга, мы видим качество этого витинга. Вот к качеству витинга есть вопрос. Мы уже обсуждали. И казус Юлиана Мунтиану, человек с уголовным делом попал в высший совет магистратуры, надо было его оттуда выгнать. И казус… Это другая комиссия, но тоже… Но тоже это принципы те же. По прокурорам. Вот это вот Олеся Верлан, да? Да, да. Из высшего совета прокуроров прошла витинг. Там какие-то странные ситуации, вопросов у комиссии не возникало. Не возникало. То же самое у этого Юлиана Мунтиану. Там, значит, какие-то деньги, то родители ему дали, то жена там миллионы загребает и так далее. Ну, все в порядке. Я тоже, мол, стараюсь не отставать. У комиссии не возникает вопросов. В то же самое время в отношении других судей, значит, какие-то просто очень жесткие фильтры и так далее. То есть мы видим какие-то двойные стандарты в подходах. Вот когда мы уже начинаем видеть двойные стандарты, это все дальше так невозможно. Сегодня была реакция человека, которого уважает вся страна, человека, у которого огромные заслуги перед страной. Я знаю, я говорю о руководителе фонда Эберта в Молдове Иоанна Михайловна. Человек, который реализовала в Молдове огромное количество проектов, привлекает партнеров. Человек про европейских взглядов фундаментальный. То есть это не в этом отношении нет вопросов. Совершенно однозначно высказала свое возмущение по поводу вот этого вейтинга, привейтинга и так далее. Если уже такие люди открыто, публично выступают, значит, надо что-то делать. Потому что вейтинги, привейтинги, мы говорили об этом, это единственное, чего было организовано в плане реформ. Да, сейчас Олеся Стамати может говорить что угодно, мы там узнали, но было поздно, но они отвечают. Олеся Стамати, Литвиненко, в первую очередь эти два человека, плюс другие, они полностью ответственны за то, как стартовала так называемая реформа, как она сейчас разворачивается. Мы что не помним, что изначально была дискредитирована идея реформы тем, что они, вот именно эти люди, продвигали абсолютно дискредитированных людей. И вот в конце концов оказалось, что двойные стандарты работают и в этой, значит, в храме христальной честности и неподкупности комиссии по вейтингу тоже. Вот есть вопросы по молдавски, по румынски, это звучит интегритати, неподкупности и так далее. Ну и неподкупность, а интеллектуальная честность, скажем, и порядочность. Поэтому, конечно, об этом нельзя говорить, но тут я еще дальше иду немножко и обобщаю, на другой уровень выхожу и задаю все вопросы. Эти люди вообще способны организовать какой-то процесс? Потому что по поводу конкурсов мы, в общем, вопросы сняли с этими конкурсами. И последний из них это попытка избрать генерального прокурора. Значит, тут все понятно. Еще ни одного конкурса мы не видели, который мы могли бы сказать, что да, это очень качественный конкурс. Теперь мы видим, что и внешняя оценка судей как бы тоже вызывает вопросы. Помимо вот этих конкретных случаев, о которых мы говорим, я не вижу прорывных каких-то вещей в работе Высшего Совета Магистратуры. Что-то чудесное, прям такое воодушевляющее произошло после того, как туда пришли люди, прошедшие ветер. Я не вижу изменений. Я не вижу инициатив. Я не вижу, чтобы эти люди выходили в публичное поле и говорили, слушайте, мы, значит, мандатированы людьми. Мы прошли ветер, мы имеем моральное право и мы говорим, что так дальше нельзя. Или надо вот так делать, всяк делать. Мы не позволим на себя оказывать давление. Не вижу ничего этого. Ну вот, не знаю, то, что происходит в аэропорту. Это к вопросу, который Вы задали риторически. Способность организовывать какие-либо конкурсы. К сожалению, у нас сейчас нет времени. Мы уйдем на короткую рекламу, но коротко мы поговорим об этом после рекламы. Не переключайтесь, реклама пройдет быстро. Итак, мы вернулись, продолжаем наши дискуссии. Мы остановились на проваленном конкурсе. Это тоже очередной провал в аэропорте. Это тендер. Классифицируем. Конкурсы, рейтинги, тендеры. Ну да, конкурс, конкурс. Тендер тоже касается другими, да, или с английским акцентом. По сути, тот же конкурс. По тому, как он был организован. Вот мы с Вами еще обсуждали здесь в студии. Я как раз в телефоне посмотрел по срокам. И мне, например, было понятно, что опять за столь короткий срок никто серьезный не появится. Или, по крайней мере, из операторов таких известных. Ну вот, как оказалось, по ходу вот этой дискуссии у нас еще и высказывались другие люди. В частности, Олег Тафилат, который вот такой известный очень менеджер, он массу просто разобрал вот эти требования, которые предлагаются совершенно несуразные к участникам. И понятно было, что это опять закончится ничем. В очередной раз вот сейчас продлили эту историю опять с конкурсом. Как из этого будет выходить власть, поскольку там опять же до какого-то апреля получается. Если опять провалится, то опять оно... Да нет, это провалится сто процентов. Значит, этим занимается Министерство инфраструктуры или лично спыла, я не знаю. Но то, как он организует эти тендеры, они вызывают огромное количество вопросов. И они к успеху и к нормальному результату не приведут. Не могут. Я вспоминаю, как оппозиция критиковала тендер по сдаче аэропорта в концессию. Потому что заточили так эти условия, эти требования к консессионеру. Что осталось, однако это из Хабаровска какая-то... И ту прилепили, да. Компания. То же самое происходит сейчас. Почему? Почему, если ты первый раз провалил этот тендер, опять ты начинаешь этим заниматься? Если ты не можешь этим заниматься. Значит, у Лекту Филат это не просто известный менеджер. Это чуть ли не один из... Ну, я сказал, единственный, он не единственный, конечно. Один из немногих менеджеров, управленцев Республики Молдова, которому, особенно в области транспорта, управление какими-то такими сложными процессами, можно доверить все. Он руководил Молдавской железнодорогой. При нем начали закрываться долги, многолетние по зарплатам. Он их закрыл в какой-то момент. Потом они стали опять накапливаться, ну, по объективным причинам. Он ушел с железной дороги, потому что он объяснил, нет сотрудничества с центральными властями. То есть был один успешный менеджер в одном государственном предприятии, они его выдавили. Выдавили эти люди. Нынешняя власть этого человека выдавила. Это был единственный. У нас нет больше государственных предприятий, про которые можно сказать, что они что-то там, какие-то проблемы решают. Теперь, этот человек сказал, что мы проиграем, потеряем 150 миллионов леев, если продолжим этот тендер так, как его организовал Спыну. Я объяснил очень четко, почему. Потому что даются в аренду два типа площадей. Те, где что-то, значит, продается, какая-то косметика, сигареты, вот это все, колониальные продукты. И общепитовские площади, там, где люди кушают. Это два разных вида деятельности. И мы это все предлагаем, значит, одному оператору. Все хотим сдать кому-то одному. Это вообще изначально глупость. Ну и так далее. И вот я себя спрашиваю, мы спрашиваем, почему тот же Спыну, который уже доказал, что все тендеры, которые он организовывал, были с вопросами. Давайте вспомним тендер на закупку электроэнергии. Вы помните, это чуть не закончилось скандалом. Значит, эти победители выходили в Плохотнюковские фирмы, которые гнали электричество с левого берега до Спыну и хотели продолжить гнать. Может быть, они там и остались, эти фирмы. Теперь есть подозрение, вот журналисты раскрыли, что лезут опять Плохотнюковские люди в этот аэропорт. Пали лунч там и так далее. Люди очень приближенные к Плохотнюку. И с каким-то упорством, видите, за банальность, с достойным другого применения, Спыну продвигает, продвигает, проталкивает. Обидно, вот когда, ну, совсем уже идиотами считают, люди не способны на анализ, люди не видят, что происходит. Значит, выход из этой ситуации очень прост. Остановить вот это все безобразие. Поручить провести этот тендер людям, которым вы там разбираются, в отношении честности которых и профессионализма нет вопросов. Тому же-то Филату поручить. Ну, не знаю, или таким, как Олег Туфилат. Чтобы эти люди действительно привлекли международно признанные, с прекрасной репутацией компании. Потому что это международный аэропорт. Пусть тут работают такие, которые будут во Франкфурте, в Вене, в Париже. Именно не на три года, конечно, этот договор тоже там предусматривают. А вот то, что они делают, продлили там до какого-то апреля, это какое-то изнасилование общественного мнения и здравого смысла, понимаете? Вот тут они тоже не могут организовать. Потом перейдут к прямым переговорам. Есть такая еще веточка в молдавском чиновничестве. Нет, там у них там написано, что даже если останется один, все равно мы будем считать, что конкурс закончился и уже дадим там... И чтобы поставить точку в этом вопросе... Ну, наверное, вот это главный пункт во всем этом, потому что они к этому довели. Главное, я вам скажу, организаторы конкурса не несут ответственности за его результаты. Да, замечательная совершенно фраза, то есть конкурс проходит, что-то с площадями в аэропорте происходит, но никто не несет ответственности. Это так по-молдавски. У нас не так много времени. Я предлагаю перейти к ситуации на левом фланге, где происходят эпохальные такие вот события. Игорь Николаевич Дадон возвращается после ссылки, так сказать, к руководству партии социалистов. Вот съезд, наконец, состоялся. Мы об этом говорили постоянно, что здесь ситуация пока не определена еще с руководством. Но, очевидно, вот эти вояжи, которые совершали социалисты, как раз не так давно в Москву, каждый за поддержкой. Мы помним, что Батрынча со товарищей ездили к Единой России, но это, наверное, было не самое удачное решение, поскольку мы знаем, что все вопросы в Москве решает администрация президента. Вот Игорь Николаевич пошел надежным путем сразу к патриарху Кириллу, который его благословил. Значит, потом, видимо, созвонился с кем надо. И вот решение вылилось в то, что Дадон вновь стал председателем партии социалистов. И даже за этот короткий промежуток успел провести начало избирательной кампании, совершив, если вы следили по сетям, значит, он такой тур сделал по монастырям Республики Молдова, где, очевидно, передавал привет от патриарха Кирилла и, значит, говорил, кого надо поддерживать на следующих президентских выборах. Ну и это одно событие. Вижу остальные участники левого фланга, где постоянно ведется дискуссия об едином кандидате. Вот они тоже как-то активизировались в последнее время. Но, насколько я понимаю, по крайней мере, из заявления Ирины Влаг о том, что во втором туре мы решили поддерживать единого кандидата, который будет бороться с Мэй Санду. А выдвинуть ли единого кандидата в самом начале, до сих пор, значит, ведутся еще переговоры. Что означает, что к единому мнению не пришли. И претендентов много, так сказать, на все лидеры видят себя первыми в этом общем каком-то списке. Ну, Евгения Гуцу во второй раз встречается, например, с Владимиром Ворониным, что тоже что-то должно означать. Вот мы подумаем, к чему это все ведет. К тому, что крыло Воронинское уйдет из-под, так сказать, как оно прошло на прошлых выборах, прошло под социалистами в парламент. Хотя шансов самостоятельно не было. Вот сейчас, может быть, они как-то к шору перекинутся. Потому что все эти возрождения и прочее, они как-то неубедительны. А вот если шоровцы пойдут под коммунистической символикой, представляете, что может произойти вот в таком варианте. Страна чудес. Тем более у нас вот есть решение Конституционного суда, сегодняшняя буквально свежая новость о том, что Конституционный суд признал неконституционным запрет участникам партии Шор участвовать в следующих избирательных кампаниях. То есть это означает, что все партии Шора будут участвовать? Все партии Шора будут участвовать. Ну вот, такая складывается, в общем-то, ситуация на пол позишен. Давайте подумаем, что из этого может ближе к выборам. Ну, наша партия начинает сбор подписей. Да, да, да. Извините, да, да, да. Это еще одна новость. Сегодня Тата Усатый поместил ролик из ЦИКа, где зарегистрирована инициативная группа. Сейчас будет сбор подписей о досрочных парламентских выборах. Это тоже какая-то новая сюжетная линия. Досрочные выборы в связи с чем? Интересный вопрос. Ну, не суть важна. Мы знаем, что сбор подписей – это всегда технологическая или часть избирательной кампании. Да. Очевидно, что идут переговоры по выдвижению единого кандидата. Но, как вы правильно заметили, пока договоренностей нет. Потому что... Ну, конечно. Значит, у каждого своя гордость. Да. Да, свое эго. И оно настолько велико, что очень у нас редки случаи, когда договариваются люди о едином кандидате. На берегу. На берегу. Ну, вот у нас был 2016 год, когда Анастаса уступил место кандидата на президентских выборах Майя Санду. И то под давлением огромного международного сообщества. Там было организовано исследование социологическое и так далее. А так, в общем, это очень не характерно для нас. Поэтому есть все шансы, что в первом туре они пойдут несколькими колоннами. Я имею в виду они, это оппозиция. Так называемая левая оппозиция. Давайте будем так их называть. Не прокремлевские, а левая оппозиция. Хотя, все понятно. Значит, вот тут вопрос, будет ли для них второй тур. Да, то есть задача для партии власти сейчас вбивать к линии, не давать им объединяться. Различными способами. Я думаю, что это самая правильная тактика. У левых самая правильная тактика объединиться, у правых не дать им объединиться. Поэтому это дает дополнительные шансы ПАСу и Майя Санду на президентских выборах. Это один аспект. Другой аспект, такой положительный, что ли, или дает преимущество оппозиции левой, то, что молдавский электорат, и это видно из всей нашей истории, он не прощает политический класс. Значит, не важно, правый и левый мы не прощаем. Это, с одной стороны, хорошо. Это скорее хорошо. Политики должны отвечать политически. Мы поэтому по праву называемся электоральной демократией. Мы через выборы всегда меняли правительство, меняли президентов и так далее. В этом смысле, конечно, у левых есть преимущество, потому что их очередь, как бы, приходит во власть войти. Вопрос фундаментальный. Что они предлагают? Да, я слышу. Мы слышим, читаем их интервью, смотрим эти телеграм-каналы, где правда, где неправда, но там масса, волны критики и так далее. Справедливая критика в отношении реформы юстиции, еще какое-то. Хорошо. Что вы предлагаете? Потому что Додона мы уже видели. Мы Додона наблюдали на протяжении очень многих лет. Шора мы видели. Да. И его экспонентов и так далее. Что дает нам повод думать, что второй приход этих людей... Воронина видели. Воронина видели. Да. Что второй приход этих людей будет каким-то другим, чем их первый приход. Ну, кстати, в отношении Воронина тут не так все однозначно. Но Воронин не будет управлять страной. Так в том-то и дело. Воронину за 80 лет, его сейчас используют, кому не лень, как такого икону, локомотива. На его авторитете хотят пролезть. Ну, в частности, вот как вы заметите, я думаю, что да, это правильный анализ. Шоровцы хотят использовать его в качестве такого тарана. Ворон не будет управлять. Управлять будут вот такие ушлые молодые ребята, которые бегали на вторых, третьих, четвертых ролях при мафиозе главном, при Плохотнюке. Да, Дон, даже будучи президентом, был шестеркой просто. Шор младшим партнером, который, так сказать, тоже обслуживал интересы Плохотнюка и прочих. Вот эти люди рвутся в власти. Вопрос, что вы предлагаете? Вы предлагаете реформу юстиции. Вы предлагаете реформу института власти. В чем проблема? Да, тут есть недостатки, есть, так сказать, недоработки. Вы-то, вы-то, что нам принесете? Что вы предлагаете молдавскому народу? Вот в чем вопрос. Поэтому тут есть большие шансы и у Майя Санды, и у Паса. Несмотря на все эти проблемы, о которых мы говорим, вот то, что эти люди, просто им нечего предложить. Они могут приходить, говорить о том, что стратегическое партнерство с Россией, не знаю, что. Это 30 процентов. Хорошо, 35 процентов. Выше с этим не поднимешься. Это бред севые кобылы. Это вообще недопустимо сейчас в политическом дискурсе в европейской стране. Тем не менее, не будет этого. И самое главное, что этого ничего нет. И не будет этого и так далее. Но это, что другое ты предлагаешь? Вот мы приводили цифры по инвестициям и помощи Молдове. Вот последние 4 года, треть с чем-то лет. Евросоюз только. Это без других западных партнеров. Миллиард 200 миллионов евро. Часть которых, гранты, это просто дар, подарок. А другие, это очень выгодные суды, кредиты, которые легко отдавать. Эшелонированные во времени и так далее. Миллиард 200 миллионов. Россия. Ноль. 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 Ну, ну что еще можно говорить? Не просто ноль, а в минуса уходим, потому что Россия шантажировала нас. Она не шантажировала партию ПАС, а всю Молдову, всех молдаван. Отключала газ. Значит, обзывала там нас и так далее. Угрожала. Обещала прорваться южным коридором. То есть, она нас в тонусе держала все эти годы. До этого запрещала наши помидоры, там яблоки сливы. А до этого вино. А до этого вино. Которым можно красить заборы и так далее. Поэтому главный вопрос для этой пророссийской левой или левой оппозиции, что вы предлагаете? Что вы предлагаете? Ну, это очень важный вопрос, в том числе для телезрителей, в первую очередь. Потому что, когда к вам приходят политики и говорят, ну, если в кране нет воды, значит, Майя Санду виновата и все остальное. То есть, все вот эти байки, а взамен предлагают, ну, вот давайте еще загадаем край мечты с аэропортом и посмотрим в ближайшие годы, как это все будет реализовываться. Аэропорт, этот Гагаузленд и так далее, и так далее. Я уверен, что ничего этого не будет. Чуть-чуть помастили тротуары как раз перед местными выборами, еще что-то. Значит, но в целом ситуация не радужная совершенно. Да, магазины Меришор будут очень активны, так сказать, продавать социальный хлеб, еще что-то. Об этом мы не раз говорили. Это все суть предвыборной технологии, которая не имеет ничего общего с политикой. И мы помним все предыдущие просто это наше занятие помнить. Вот это мы давно, так сказать, комментируем. От колхозов Шор предлагал до Монако построить. И вот все вот такие прочие несбыточные проекты. Совершенно очевидно, что ничего этого не будет. Сегодня социалисты возмущаются 6-ти процентной пенсией, так сказать, с 1-го апреля, которая будет проиндексирована. Да, в прошлый год, когда была рекордная инфляция, действительно, государство не смогло проиндексировать на всю инфляцию, на те 30 процентов, только на 15. В этом году оно индексирует так, как и положено. А с 2021 года пенсии выросли на 90 процентов, если так вот взять по большому счету. Сегодня министр выступал после заседания правительства. Движение позитивное заметно, оно, понятно, связано с определенными, когда ты в оппозиции очень легко кричать и говорить, что давайте на 100 процентов повысим пенсии, зарплаты и все остальное. Просто вопрос в том, что денег взять как бы ниоткуда. Сколько есть у государства, столько оно рассчитывается в общем-то с гражданами. Вот наше время подходит к концу. Да, традиционная рубрика перламетов. На этой неделе мы пальму первенства отдаем госпоже Евгении Гуцул, которая интенсифицировала, как мы отмечали свои встречи с Владимиром Воронином с партией коммунистов. сегодня она буквально заявила о том, что Гагаузию посетил Аксакал молдавской политики. И за эту встречу она очень благодарна Аксакалу, потому что она очень важна для жителей Гагаузии, для меня лично. Вот это была цитата, которую мы считаем перлам недели. Ну вот, Аксакал в Гагаузии еще один появился, вот будет. Таковы были темы наших сегодняшних обсуждений, мы с вами прощаемся до следующего вторника. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова